Давайте, живая вера. А что такое живая? Есть мёртвая вера? Вера без дел мёртва. Вера без дел мёртва. Значит, может быть, вера какой? Мёртвая. Мёртвая. А как выглядит мёртвая вера? Её не существует. Ну, нет веры просто. Нет веры? Ну, а зачем тогда о ней говорите, здесь её нет? Нет, дел. Дел нету, да. Нет, она не вера, просто она бесполезная и к чему не приводящая. Нет. Значит, получается, как бы человек претендует на веру, обманывает, но её, получается, не видно, потому что она источает какое-то смертоносное благоухание, если можно так назвать. Так, получается, её нет. Вы знаете, что Мартин Лютер, великий реформатор, называл это послание совершенно соломенным. Послание его надо исключить из-за канона. Какая проблема была? Почему вы думаете, что он так сказал? Там с делами проблемы. Потому что вопрос дел, да? То есть вопрос... Хотела учебничек показать. Видите, вот, Яков, а Вере живой, мы проходим, что мы. Значит, сегодня у нас второе занятие. Почему вопрос с делами, да? Потому что вы сегодня, мы читали, что вера не от дел, чтобы никто не хвалился, и вдруг вера от дел. Какая-то нестыковка. Это не вера от дел, это дела от веры. Вот. Потому что дела – это следствие веры, но никак не замечающая вещь. Люди есть в мире... С делами спасения не получишь. Не получишь с делами спасения. Есть тяги гуманитарные организации, которые столько дел делают. Вот. Но при этом это могут быть совершенно неверующие люди. Вот. Которые просто выполняют какие-то там... Вот. Но здесь другое. Милосердие не исключается. Первая глава даже подчеркивает это. Речь идет о том, что все-таки весь контекст книги Якова, что вера обязательно видно в нашей жизни. Понимаете? Веру видно. Давайте тему первой главы. В прошлый раз мы проходили. Какая тема первой главы? В испытаниях, искушениях. Как исполняешь слово? Молодцы. Вторая глава. Правильно. О том, как проявляется вера с ближними. По отношению к ближним. Это лицеприятие. Это примеры Авраама и Рааф. Третья глава. Как вера действует? Через язык. Потому что она укращает язык. И вера контролирует язык. И если человек как-то не имеет вот здесь узлы, уздечки, то же вопрос про веру можно задать. Следующее. Следующая четвертая глава. «Отношение к миру». Отношение к миру. Живая вера, она точно знает. Это мирское. Это что, для души? Это же не просто про цветочки. Мирское. Но грех. И если ты с грехом на короткой ноге, то это вопрос о вере. Следующая пятая глава. Что там? Долготерпение. Долготерпение. Молодцы. И молитва. Потому что у веры есть позиция. Вера, она зиждется на ожидании Христа. И молитва. Это действительно очень сильный начало. Родные, сегодня мы переходим к первой главе. Открыли первую главу. И давайте мы прочитаем первые 12 стихов и запишем все, что мы узнали об ключевых словах. Давайте прочитаем эту главу. Так, хотите все вместе или один читать? Один? Хорошо. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа двенадцати коленам находящимся в России не радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытания вашей веры производят терпение, терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думая такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, зной высушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получает венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Назовите ключевое слово и квадратка. Испытание. Испытание. Хотя, кажется, звучит во втором стихе искушение в русском языке. В оригинале испытание, третий стих подтверждает это, испытание вашей веры. И двенадцатый стих испытание. Не искушение, а испытание. Значит, родные мои, давайте про эти самые испытания. Очень важный стих третий. Какое бы вы здесь слово выделили важное? Терпение. А я бы выделила, зная. Для начала. Чтобы иметь терпение, для начала надо, автор послания говорит нам, ребят, вам надо что-то знать про терпение, про искушение, про вообще трудности испытания. Вы что-то должны узнать. Это ценное знание. И вот после этого, что же мы должны знать? Скажите, пожалуйста, в третьем стихе, что надо знать? Что испытание в вашей вере производит терпение. Вот. Что испытывается вера. вера подвергается испытаниям. Вы задумывались над этим вопросом вообще? Да. Что моя вера проходит проверку. А именно, вот каждый из нас сегодня что-то проходит. Большое есть испытание, маленькое, предстоит испытание. Как ты его проходишь? Или было испытание? Ты проходил так, что это было, испытывалась твоя вера? Или это ой случилось? Стряслось. Конечно. А? Ага, нет. Конечно. Конечно даже. Какие вы молодцы. Всегда первая мысль? Слава тебе, Господи, как я радуюсь. Нет. Нету такого? Никакого. Смотрите, давайте, тут написано, второй стих. Что надо делать с испытанием? С великой радостью принимать. Вот. Прими, потом прими как? Для начала принял. Все, мое, Господи, пришло. Так, дальше начинаю радоваться. А потом как радоваться? Сильно, сильно радоваться. Ну, как вам такой подход к трудностям? Правильный подход. Правильный? Правильный. Но тяжелый. Даже если не смотреть при близком контексте, так намного легче в любом случае преодолевать любые трудности с радостью. А когда приходят, тогда это... Да, фактически, ну, как вы себе представляете, пришла проблема, пришла трудность, даже горе может быть. Вы представляете, вот, вот, ни больше, ни меньше, принимая, еще скажи, слава Богу, радуюсь. Почему? А теперь мы скажем, почему. Потому что у испытаний есть цель. И так мы определились. Необходимо знать, что испытывается вера. Второй момент, что надо принять с радостью испытания. После этого что-то будет происходить. А что же будет происходить? Давайте. С четвертого стиха, с третьего даже. Что? Производит терпение. Ой, терпение. Слушайте, есть такой момент, нет терпения, лопнуло терпение, говорят, да? Кончилось терпение. Это что-то другое терпение, исходящее из глубин совершенно других, нечеловеческих, других, когда Господь тебя особо посещает, мудрость тебе дает. Терпение. А терпение должно быть каким? Совершенным. Тут написано о совершенных действиях. То есть в каких-то поступках правильных. Сколько раз мы что-то такое наделали, что лучше бы я это не делал. И самых лучших побуждений. У вас есть такое чувство? Лучше бы там не было, лучше бы это не делали. Да. Так вот, терпение производит совершенно действие. И дальше, чтобы вы были совершенны во всей полноте какими? Без недостатка. Видите как? То есть чтобы исправлять наши недостатки, испытание этому помогает. Нравится вам это? Так. Правильно еще одна. потому что можно и не научиться. Мы уже обсудили, как относиться. Принимать с радостью. Почему с радостью? Мы же не глупые люди, радоваться, где не радуются. Но когда ты будешь радоваться? Когда ты понимаешь, к чему это ведет. Какая цель? Что ты за это получишь? Вы согласны? Что оно имеет какой-то результат. Что ты не страдаешь просто так, страдаю и сам не знаю, почему? Иов, что мучило Иова в страданиях? Он не мог понять, за что. Что я сделал не так? Почему я страдаю? И коснулась это его семьи, его дома, его детей, вообще всего, за его здоровье. У него было много вопросов к Богу. Как заканчиваются размышления его? Я раньше видел тебя глазами, ушами. Как ушами? Раньше слухом уха. А теперь глаза мои, краем уха, теперь глаза мои видели тебя. Он от этих испытаний получил результат? Родные мои, вот об этом речь. Поэтому, если испытание дает, мы читаем, терпение, поступки, правильные, о которых жалеть не будешь, недостатки твои исправляются. Дальше. Еще что в пятом стихе? Мы потом покажем табличку. В пятом стихе что? Что получается, благодаря испытаниям? Мудрость. Мудрость. Нужна мудрость? Да. Господи, у кого ее много? Много. Только у Бога. Понимаете? Мудрость это не образование. Это не знание. Это не информация. Это не просто вот... Это другое. Это состояние души. Это состояние души. Потому что приходится удивляться, когда люди, знаете, с какими-то именами большими, по 3-4 образования, и столько же 3-4 раза женаты. Детей раскиданы где только это. Это что, мудрость? Человек не знает, как жить правильно. А есть наоборот бабушка какая-нибудь старенькая, которая неграмотная, ведет себя мудрость. Старенькая, неграмотная, такая мудрая. Это же другое. Это исходящее от Бога. Потому что мы видим, мудрость это что-то, да, книга-притч, первые 8 глав, посвящены ей мудрости Божией. И что? Можно действительно вспомнить Нельцена Манделла. Да, и что мы хотим сказать про Нельцена Манделла? Уже 2-3 года назад и этот человек был человек мира как раз. Я не знаю, как он носился в Библии, но все проблемы хотели решать миром. Да. Мир, который как река, да, что проблемы решать миром, это, конечно, великое дело. Премьер-министр Индии ездил на всякие встречи с президентами. Сейчас назовите мне его имя. Сказой. Нет, Донь Дирек. Ну, кто вспомнит? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Значит, речь вот о чем. Что мудрый человек это человек, рядом с которым люди не страдают и не мучаются от того, что вообще он с мудрым человеком, Господи, легко и просто и радостно жить. Мудрость это быть посвященным Богу. Это человек, который в контексте всего послания вы увидите. Не тщеславится, не гордится, не превозносится, не требует. Господи, разве не счастье с таким здесь? Но кто из нас так вот запросто рождается в мир таким? Нет, рождается грешниками. Это необходимо приобрести такие качества. А они приобретаются вот ни больше, ни меньше. Через правильное прохождение испытаний. Молодцы. Так, с мудростью что делать? Нету. Куда идем? К Богу. К Богу. Просим у Бога. Пятый стих. И что Бог? Дает всем. Дает. Без упреков. Без упреков. Всем дает. Если не сомневаешься. Дает всем и никакого упрека не скажет. Вот тебе так и надо. Вот поговоряйся о своих этих проблемах на дело, вот будешь. Да. Дальше. Шестой стих про сомнение сказано. Потому что такой человек на хору похож. На волну. Волна поднялась и спустилась. Да. И наконец потом девятый, десятый стихи. Чем ты должен хвалиться? Униженный. Есть ему чем хвалиться? Да. А богатый? Унижение. Почему? Богатство приходящее. Очень раз, два, и его нет. Обстоятельства. Знаете, в Сирии какие богатые люди жили? В одночасье потеряли. Просто в один день и все. Сегодня больше двух миллионов беженцев. 115 тысяч погибло. 500 тысяч ранено. Это в одночасье может прийти не то, что богатство потерять. Вообще все погибло. тем не менее, смотрите, и не только потому, что там может что-то случиться. Жить так, что это тебе бог дал и дал на какое-то время. Пользуйся этим, но пусть это тоже для славы божьей будет, да, потому что если ты очень увлечешься, как бы так не получилось, как Соломон просил. Богатство, но я в богатстве забуду тебя. Наконец, 12 стих. Что еще дает правильное прохождение испытаний? Какое цель испытания? Счастье. Получишь и нет жизни. Ну, это там. А здесь? Блаженство, счастье. Блаженство, счастье. Причем не просто счастье, а блаженство это больше, чем счастье. Великая степень вот есть блаженный Агустин, а есть счастливый Агустин? Какой понятнее Агустин? Вы услышали блаженный Агустин? Да, конечно. Как счастливый скажешь и неудобно станет, правда? Вот, очень очень счастливый. А чем он отлич權 блаженный так счастливый? Счастье все-таки условная вещь, да? А блаженство — это состояние внутреннее, оно не зависит ни от чего. Богатый, бедный, старый, молодой, больной какой-то — это другое. И, родные мои, блажен человек, который переносит испытания. Это другое счастье, это другая радость. Ну, вот к этому призывает нас Иаков, что если мы хотим иметь такую радость, а многие бы хотели иметь подняться, правда, от этой семинутного, это купил, это достал, это это, это вот это, вот это мое, это для меня, это вот эта радость. Это скучная радость. И истинная радость, которая поднимает нашего внутреннего человека на другую высоту, в том числе приходит, как мы читаем из первой главы, через правильное отношение к испытаниям. Вывод какой вы делаете для себя? Что делаем с испытаниями? Принимаем раз. Принимаем сразу. Принимаем и начинаем радоваться два. А потом начинаю говорить, мало радуюсь, надо больше радовать. Молодцы. Потому что знаю, повторите, что получаю? Что испытывается наша вера? Моя вера испытывается. Это потому что мне нужно самому знать, какова моя вера. Бог все про меня знает. Богу не надо знать, какая вера. Я не знаю. Либо плохо знаю. Так, второй момент. Это производит терпение. Терпение, да. Еще что? Мудрость. Терпение ведет к себе. И исправление всяких поступков. Удаляется всякое вот это двоякое. На два фронта жить, на двух стульях сидеть. Очень часто испытания отрезвляют. И что? Правильное отношение к богатству, к бедноте. Тоже хорошо. И что? Блаженство и венец жизни. Ну и потом мы читаем, который обещал любящим его. Особые люди, Господь любит их. Читаем второй отрывок. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обращаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершен. Исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины. Чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Скажите, пожалуйста, второе слово, второй отрывок на какую тему? А вот тут уже искушение. Интересно, что в оригинале слово «искушение» поэрозу, а «испытание» поэрозмос. В принципе, как будто чуть ли не одно слово. Корень, во всяком случае. Ну, а слова-то разные. Вы согласны, что слова разные? Да, все. А чем отличается «испытание» от «искушение»? «Искушение» — это непройденное испытание. Сильно сказано. Еще. Испытание от Бога. Испытание от Бога. Искушение от Бога. Искушение от человека самого. От похоти. От похоти. От похоти, в общем, окружения. Да, еще что. Испытание, оно что? Может быть, извне. И мы узнали испытания очень разные. Очень разные, но подход один к испытаниям. Разрешение и ситуация одно. А различные они могут быть. У кого-то, ну я не знаю, испытание со здоровьем. Второй момент, может быть, какие-то материальные вопросы. Может быть, самое сложное — это отношения. С нашими, с детьми, с мужьями, с женами и так далее. Да что угодно. Для кого-то вот такое маленькое испытание, оно для него как гора. Поэтому нельзя сказать «мне в твои проблемы». Некоторые говорят, такая пословица есть. «Мне в твои проблемы». Это так говорят, но человек, который проходит их, для него это испытание. Поэтому здесь надо определиться с тем, что испытания внешние, даже если это здоровье, да, все равно это вот как-то то, что пришло, вот и к этому не готов. А искушение — это что выходит изнутри. И хорошо вы тут заметили, что, в принципе, неправильное отношение к испытаниям может привести к искушению. Потому что... А вот вышли евреи из Египта, золото им, ебтяне все дали, из него они сделали для скини и всякие вещи. Из него же они сделали что? Из него же они тельца сделали. Вот одно и то же может служить Божьему и бесовскому. Поэтому пришло испытание, ты либо это в искушение превратишь, либо ты получишь вот эти награды, которые тут обещаны. Терпение, мудрость и так далее. А как ты можешь превратить это в искушение? Увлекаясь, почитаем, обольщаясь собственной похотью. Да? Похоть, зачавшую, рождает смерть. Но в 13 стихе Бог меня искушает. Что в искушении происходит? Что происходит в искушении? Начинаем винить Бога. Сваливать на Бога. Даже не обязательно это сказать, зазвучить. Это сердце вопрос к Богу. За что? Почему? Мне? Где я? Или, знаете, даже если в уныние впадаешь, даже если я, наверное, такой плохой, и вот так мне такое, это все равно обвинение Бога. Что ты не согласен с этим, ты не принимаешь это. Очень часто я от неверующих, правда, это слышу. Вот почему? За что? Значит, этот вот такой сикой, он бомж под воротами, а он на ногах. А вот я такой хороший или что-то, а вот мне такое вот так. Это понятно, но вопрос к нам. В наших испытаниях нет ли у нас этих внутри вопросов к Богу, несогласий с Ним? Потому что есть такая опасность. Тут так написано. Помни, что Бог не искушается никогда никаким злом. Никого не искушает, значит, обвиняет. В 17 стихе, что он отец света, у него нет изменений, нет тени перемены, значит, может возникнуть эта мысль. А Бог и не так, в общем-то, постоянен. Он же любил меня, у меня же было все хорошо, вдруг такое случилось. Значит, какой-то он переменчив, он восхотев, родил нас словом истины в 18 стихе. А может, я его и не дитя, может, я так думал, самообманывался. Много вопросов может возникнуть к Богу в воспитании. Господи, да где же это доброе даяние, как написано в слове? Итак, где доброе это даяние? Разве можно назвать это добрым даянием? А почему это мне? А вон сколько их они это не проходят. А мне, родные мои, вот, Писание знает, что оно нам говорит. Чтобы мы избавились от всех этих вопросов. И сказали, спасибо тебе, Господь. Через это ты мне что-то особенное хочешь сказать, и особо хочешь благословить. И даже если я сейчас это не понимаю, я принимаю. Сказал царь Давид, благо мне, что я пострадал. Почему это благо? Потому что я очень многому научился. Спасибо тебе, Господи, что я пережил это. Поэтому, родные мои, какие удивительные истины открывает нам Писание. Разве в миру вас этому научат? Да хоть какому ты, психологу, пойди. Эт психолог тебе только научит, как не обращать внимания на это, как какие-то барьеры строить, как еще что-то такое заумное. Ты остаешься один на один с этим. Писание говорит, прими и прими с радостью. Потому что у этого есть благословение. Я забываю вам таблицу показать. Давайте мы покажем все-таки таблицу в ваших. Что вы сделали из текста? Давайте я прочитаю третий текст. И сейчас мы последний текст читаем. Что поможет нам, видите, как я постаралась. Вот мои золотые. Ну, хотя бы название таблиц. Сейчас мы по каждой таблице сделаем. Видите, вот табличка по первой главе. Работаем всегда так. Стараемся ввести ключевые слова. По ключевым словам сделать перечни, а потом сделать общий вывод. Тогда это поможет нам не пропустить ничего и работать с текстом. Тексты надо не читать, работать с ними, чтобы погружаться в Слово Божие. Мы прошли испытания, искушения. Здесь есть тема о Боге, тема о Слове, о предостережениях, о повелениях. И какие поучения выносите. Видите как, родные мои. Так, давайте читаем последний. И так, ну, можно показать испытания. Где у нас первая, первая, видите, цель испытаний, источник испытаний. Дальше что у нас, Пашенька? Почему у нас вот это тут не стоит? А, как проявляется истинная вера? Да, дальше что у нас? Надеется, еще Пашенька что-нибудь есть. И все, родные мои. Как-то, тогда вернемся к той таблице. Это общий взор. Ну, как-то тут вот что-то мы читаем. Что я вам прочитаю? Вот сейчас прочитаю. Вы успеете это записать. Что третий стих в первой колоночке. Необходимо знать, что испытание испытывается вера. И принимать испытания. И знать о цели испытаний. Терпение, совершенное действие, мудрость, блаженство, венец жизни. Следующее искушение с первого по тринадцатый стихи. В искушениях не сваливать вину на Бога, не обвинять Бога. Вот. И не сомневаться в том, что ты дитя Божье. Не сомневаться в верности Бога. Помнить, что искушения приходят, как тут написано? Каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь чем? С собственной похотью. Что у похоти есть? Она зачинает, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Удочка, вот червячок. Какой соблазн. Рыбка съела и прямо на сковороду. Видите как? Так и вот этот соблазн. Он кончается нехорошим. Давайте к последнему отрывку. И прошу вас посмотреть на... Сделать ключевым словом здесь слово, да? Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный. 17-го стиха Пашенька. Не сходится выше от Отца Света, у которого нет изменений и тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть начатком его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложивший всякую нечистоту, остаток злобы, кротости, примите насаждаемое слово. Могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, как уфор. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестивый, и не отпустывает своего языка, но обобщает свое сердце у того пустое благочестие. Чистое, непорощенное благочестие пред Богом, отцом, есть то, чтобы презирать сироп и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот, родные мои, давайте мы посмотрим на третью колодочку, что мы узнали о слове. Что узнали о слове? Перечислите мне, пожалуйста, что вы узнали про Слово Божие? 18 стих. А мы рождены Словом. Это слово какое? Слово истинное. Еще что у вас в слове? Стих? 19. 19 что? Медленного слова. Это уже человеческие слова, как контраст, да? А если как Слово Божие, 25-й? Закон совершенный, закон свободы, да? И призыв нам быть каким к этому слову? Не только слушать, исполнять, а также быть скорым наслышанным. Вообще, американская статистика, думаю, верная, что из практикующих христиан 2% прочитали Слово Божие от начала до конца. Страшная информация? Но это так. Я почитаю, верю. Американцам верю. В данном случае, честно. Потому что такую мы имеем тенденцию. Слово Божие не читается. Как?